Всем привет дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию канал PlayUp, посвященный стримам, который выходит аж целых два раза за день. И в последнее время он соблюдает это расписание по полной, то есть полностью вернулся на ютуб. На данный момент вы можете наблюдать на его канале просто огромнейшее количество стримов по дню победы четвертого. Эту игру я постепенно из своего канала увожу, а на его канале очень-очень много и вы можете этими стримами насладиться. У него сейчас идет релизичное прохождение за Германию, сейчас там и Франция и Китай, у него подключается очень много разнообразных стран, ему игра нравится, и зрителям, как я вижу, тоже. И думаю, вам понравится, так как немало, конечно, аудитории именно любят эту игру. Поэтому переходите, голос хорошо поставленный, интересно рассказывает, хорошо играет, думаю, многим из вас понравится. Ссылочка в описании. Всем добра и позитива, дорогие друзья, с вами Катархонт, и у нас 11 серия Великого Германского Рейха вне победы четвертым с модом Темный час на день победы четыре. Продолжаем нашу кампанию. Прошлая серия была ускорена и посвящена была захвату Америки в большей степени. В целом захвачено все. Америка сделана вассалом. Думаю, у нас следующие цели. Это подготовка к войне с Советским Союзом и раздумья по поводу войны с Италией. Нужно ли нам это? Я пока еще думаю, поэтому ничего точного сказать вот прямо сейчас не могу. Но что есть? Во-первых, за кадром я производство немножко по-другому настроил. В частности, я добавил на самолеты ветку истребителя 15 заводов. На танки добавил, как видите, еще средних танков. И в пехотке добавил немножко пехотки, линейку из пяти заводов. Добавил линию арты небольшой и добавил на бронетранспорт, на запас еще заводов. Так как бронетранспорт уже неплохо, но все-таки запас не помешает нам. Пускай будет копиться то самое, что нужно будет в будущем. Мотопехота все-таки затащит. Больше ничего такого не менял. Еще единственное, что я сделал, это стройки. Поставил, как видите, мункера у нас застроится. Потом я решил инфраструктуру там в ближайших местах до седьмого прокачать, чтобы потом проблем особых не было в продвижении. И, конечно же, первый уровень ПВОши их сделать. На самом деле, уже от безделия и от того, что и так слишком много заводов, пывод особо не решит. Хотя, вот смотрите. Нам где-то в районе 6-7 тысяч у Советского Союза будет. Ну, что поделать как-нибудь, я думаю, разберемся. К счастью, 11-11, у него 60-ый. Выше не будет, потому что он закрыл, видите, кем? Молотом зачем-то, который, ну, в целом-то ничего ему не дает. И Лаврентий Берия тоже вот странный выбор, на самом деле. То есть, ну, бонус-то, конечно, может быть и интересный, но вряд ли в плане игры вот сейчас они ему чем-то помогут. Также у него скорости на дивизии больше. Вражеская поддержка с воздуха меньше. И все, больше ничего потного. Ну, и защита дивизий плюс 10. В целом, все эти нам бонусы ничего не дадут. Да и бонусы на тяжелый истребитель. Вот это, кстати, приятненько придется с ними воевать. Ну, ладно. Так. Что у нас? Кстати, 24 дивизии у нас с Филиппин. Они у нас были на Филиппинах. В целом, их можно оставить здесь, чтобы в будущем потом высадиться в Владивосток, так как это победное очко, притом достаточно хорошее, на 15, как вы видите. И надо будет с ним разбираться. Тут, как говорится, все такое дело. Комментарнее еще у нас Синьцзянь. И у нас... А, нет. Нам границу с Синьцзянем, походу, придется держать, да? Давайте тогда отсюда десяточку дивизий. Да, даже без рейсов, наверное, давайте подготовленных. Более подготовленных отсоединим. Шестерка, да? Ну, конечно. Восемь, девять. И еще десятую дивизию где-нибудь. Вот она, да? Прекрасно. Тут у нас пускай будет готовиться к высадке отсюда. И прямиком, рядышком в Владивосток. С двух направлений, думаю, зарешает атака. Но это потом уже, когда прям приспичит, знаете ли. Так, эти четырнадцать дивизий у нас полосу обороны сделают по границе с Синьцзянем. Думаю, по семь дивизий в одной профике должны защитить вполне себе неплохо. Может быть, даже потом и контратаку сделаем, но это уже знаете сами. Понимаете, это уже такой длинный план. И неизвестно, что и к чему он приведет. Так. Все мастера, мастера, мастера. Нехватка снабжения, это у нас пойдет туда. Так, сюда тебя. Сюда мы отправим как раз-таки нехватку снабжения. Так, это у нас все в новый театр убегают. То у нас пускай будет театр называться Азия. Я в целом делаю полное прохождение, чтобы на ускоренном все объяснить, как я все раскладываю. Заодно сравню статистику ускоренного видео, статистику обычного. Хотя, может, тут и войны нет, я немного неравно сравнивать. Но все-таки хочется знать, что надо дописывать прохождение по Дню Победы. И, естественно, хочу понять, как интереснее и вам приятнее все это добро смотреть. Так, 24, 24 и 83. Рейнджер, скоро хитрый лиз. Неплохо, 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 между прочим. Я что-то манштейна на пехотку я поставил. Сами понимаете, делал такое. Мне даже по этому поводу писали, но, по-моему, неплохо. Здесь он взял себе мастер инженера, горного стрелка. В целом, хорошие вещи он прокачал. Тебя вот сюда вот отдадим, манштейн потом пойдет к танку. Так, 107 на защиту, на наш ширину фронта и быстрый стратег, скорость планирования. Прекрасно. Теперь полоса обороны чертим по району с Советским Союзом. Полоса обороны будет, конечно, знатненькая. Как вы понимаете, огромнейшая территория здесь у нас соединяется. Так, наверное, можно сразу вот так вот сделать. Он же должен забрать Бессарабию-то. Ну, рано или поздно. Думаю, он это сделает. Так, у нас остается 24 дивизии пехотных здесь. Рейнджера и немножко хитрый лис. Неплохо. Так. Тебя в целом можно пока отправить. Откуда его? С Турции, если начать второй фронт. Еще можно было бы на Ирак сходить. То есть забрать Ирак. Вполне себе хорошее дело. Немножко заводиков. Соединить наши здесь остров. Давай тебя пока занять область сделаем. Вот это вот. Там уже... Вот так вот. Там уже решим, что и как. И 8 танковых дивизий. Да, средних танков. Вам тоже занять область. Пока в районе Варшавы. Чтобы быстрее прибыли. Ромель у нас раскачивается. Инженер получает. Мастер рейндж. Ой, сколько много интервью. Он даже. Прям красавец. Так. Это у нас танковые. Уходят в Варшаву. Распускаем их. А, они чуть-чуть не доучились. Ух ты. Немного. Ошибся. Ну и ладно. Если я ошибаюсь, то эти танки ровно такие же. Да. Одинаковое подразделение. Совершенно. Без особой разницы. Все прекрасно. Будут небольшие добавки. 44 организация. Все хорошо. Также, я думаю, у нас здесь был шаблон. Средних танков. Такой вот и такой вот. Надо бы заменить. Сделать сюда побольше. САУ. Средний САУ. Противопехотная атака. Противотанковая уменьшится. Зато стоимость производства станет дешевле. Хотелось. Вот так вот сделать. Вот. 20. В целом мы потеряем. Увы. Мы его потеряем. С другой стороны, противопехотная атака возрастет. Что самому себе, конечно, приятно. Но вот. Надо ли нам это? Вот реально. Надо ли нам такое? Панзера можно. Но они дорого выйдут. Но их производство и так сами по себе. Здесь поддержка ПВО тоже не зайдет. Вот. Дайте вот рационально посмотрим. Организация, прочность, расход припасов. Зато вес меньше, да? Плюс 44 противопехотные атаки вообще не зайдет. Вот вообще прорыв уменьшится. В среднем противо... Средний и так вполне себе. Но смотри, они реально и так неплохо воюют. То есть мы, наоборот, здесь можем сделать... Ой, ну куда я тебе среднюю-то в саут уберу? Тут и... Подожди. Подвижные батальоны. Вот панзеры. Панзеры где-то. Вот. Можем сделать так вот. Получим атаку. Противотанковую 30. Противопехотную немножко. Защиту. Прорыв. Броню. Бронебойность. Вес. Ну и, конечно же, небольшую цену повысим, да? И, конечно, прочность. Ну и скорость чуть меньше. Ну и не страшно. Давайте сохраняем такой шаблончик. У нас 700, да? Нам тут надо бронетранспорта 200. То есть можем пока 4 с вами обучить. Хватит? Хватит. Ну нам средних танков не хватает, к сожалению. Так, у нас тут 18. Нам надо шестерку пока. Шестерку с вами оставляем. И по производственной линии все-таки я уменьшу производство. Что-то я как-то слишком жестоко, да? Пошел на производство САУ. Сейчас вот понимаю то, что нам столько САУ, но реально не надо. Ну это куда нам было? Скай пока попроизводится немножко. Мы сейчас доисследуем танка. Как раз танк пустим. Позешку. Все, запускаем время с вами. 12 Олимпийские игры прошли в Финляндии. Изначально местное проведение должно было стать Токио. Но растущая напряженность в мире вынудила комитет перенести состояние в Хельсин. Спортсмены из США больше всего медалей взяли. Ну конечно же. Германия, Италия следом. Финляндия заняла 4 место в командном зачете с 10 золотой медалями. Мне конечно немножко интересно, как они умудрились это сделать. Американцы, которые уже захвачены, захватите медали забрать. Но, то игра и все в ней возможно. Поэтому, что нам рассуждать-то? Как есть, так и есть. Так, я хотел по самолетам, если я не ошибаюсь. Да. Взять штурмовики новые. Юнкерсы. Ну, к нам, конечно же, в Альянс Италия просится и Япония. Но я обещал их не брать, чтобы не было им балансника. Поэтому, как говорится, извиняйте. Но нет. Они не пойдут к нам. Новый вид вооружения. То есть, нам предлагают. Но это автоматы, которые, конечно, на атаку хороши. Но на обороны фигом. Поэтому я их не буду даже производить. Притом, они дорогие. Стоит этому тоже уделить внимание и понять. Поэтому нет. Уж извиняйте, но нет. Так, танкам дадим большое преимущество. Я так вижу то, что у нас бронетранспорта с вами подрастает. Да, 47 по 10 в день почти. Прекрасно. Убийство Льва Троцкого. 21 августа 40-го года произошло. И у нас новые 150 очков. Которые мы можем пустить куда-нибудь. В целом, из всего этого я даже не знаю, куда нам пускать. Перегруппировка. Скорость на линии. Армейская логистика. Так, прирост политвласти. Скорость фабрики. Бункеров. Боенный магнат. Заводы мы особо сейчас не строим. Поэтому нет. Давайте на танки. Надежность противопехотная. Да, на самом деле противопехотная. Атака сейчас самая туда. И надежность тоже не помешает. Потом я возьму на истребителя. Как раз следующий бонус. На легкие. Что бонус? Мессершмитт. Что бонус? Чтобы истребители у нас стали получше. Прирост, конечно, в 2.45 в день. Это просто, знаете. Очень много. Как они все плывут. Вот знаешь, если бы сейчас была война, то они бы просто передохли все налево и направо. Вот реально. Можно было, кстати, венесуалу высадиться. Но я добрый какой-то. Не хочу бить всякую-то мелочь. Пускай живут спокойно. Никто их, типа, не трогает. А, только Япония. Италия, типа, на нас обиделась. А что, тебя пригласить в Аленс нельзя? Италия, великая нация. Война с Грецией. Ну ты это, аккуратнее с Грецией. Я тут за нее заступиться, между прочим, могу. Так, вот. Умеля противопехотная атака чуть возрастет, да? 56, здесь 75. Здесь противотанковая 26 против 20. Нужно ли нам? Не хочу это производство запускать. Скоростритство тоже нам не сдалось. А вот за то, что нам сдалось, так это исследование здесь. Вот, да, линкор новый бы взять, типа, Бисмарк. Пригодится. Рано или поздно. Италия прям активник. Ох, сколько у нее дивизий-то, смотрите. Прямо по всей границе стоят. Прямо уж не ворвешься, знаешь ли, сюда. Любой шаг влево, шаг вправо. И тут прям расстрел ожидает. В плане того, что дивизию врага просто жесть сколько. Так, ты у нас куда идешь? Идешь. Есть какие-нибудь хорошие базы? Вот здесь должны быть. В Прованс. Давай. Давай-ка в Прованс вернись. Шесть линкеров. Три тяжелых крейсера. Легкие эсминцы и подлодки. Флот, конечно, очень маленький. И в случае войны он вряд ли что-то осилит. Но здесь, конечно же, можно понадеяться на Виши. И на французское гусарство не понадеяться. Британия тоже флот далеко держит. Но они в целом могут помочь в случае чего. Ну, это такая себе надежда, сами понимаете. Что куда и как зайдет, никто не знает. Так, поддержка Ирландия. Скидки на исследования кораблей. Кстати, ой, точно. И хипер Евгений. План Z. Вот на Бисмарр скидка будет скоро. Зачем я тогда исследую сейчас? Лучше давайте подождем. Скидки, а пока возьму легкий крейсер. Да, у нас ТПМ со скидочкой. Я их как раз активненько клепаю сейчас. То, что нам надо. Так, ну и производство заменяем танки. На танки среднего. Ой-ой-ой-ой-ой, что я сделал? Погоди. Боже мой, что? Вот сейчас просто кучу производства потерял. Средний танк 41-го. Средний танк 41-го. Везде его поставим. Давай здесь тоже средний танк 41-го. Порядок модификации, конечно же. Средний танк 39-го. Модифицировать все в тебя. Пускай средний асав в запасах будет. Может быть мы куда-нибудь их и применим потом. Ну как-то мне не особо в это верится. Ну пускай. Просто по полной растут. Благо у нас хватает для этого просто всего. Чего только можно. Так, по запасам у нас восстанавливается допка. Очень долго она восстанавливалась. Но все-таки смогла. Так, а мы можем взять с вами еще. Вообще можно было бы 12 таких сделать. Да-да-да. Я знаю, что средних танков нет. А то бронетранспорта нет. Хотя бы 12. Самым зажить намного лучше. Так, этих мы здесь на подкачаем с вами. Стройки. Фу, бункера тоже как подходит. Смотрите, полный шестой уровень. Нехило. Так-то нехило. Здесь вообще наша дивизия стоит. И по-моему ничего не боятся. У советов на границе с нами не так-то и много дивизий. Но вот 107, да, мало. Это понятно. То есть 107 мало. И надо будет увеличивать количество дивизий здесь. Поэтому надо бы обучить. Инфантрия дивизион. Италия объявляет войну. Греции. Можем Греции дать независимость. Ага. Послать добровольцев еще. Сколько можем с этим отправить? Три добровольцев. Как это много. Кстати, вот греческий фронт с Италией меня совсем не радует. Ну, пускай Италия немножко разрастается. Как бы... Пожалуйста. Расти. Надо же нам потом противника хорошо получить. Я думаю, что здесь. Есть саперка, нет разведки. Разведка была бы хороша в плане надежности, движения и всего остального, да? Но тогда нам надо будет Т-71, ну да, Т-710. Пехотка-то понятно, ее хватит. Кстати, странно то, что... Я сохранил, во-первых, технику дивизии. Давай-ка ты это... Не будешь все новое приобретенное использовать. Будешь жить старыми вещами. Почему у тебя защиты-то так мало? Я же отключил тебе пехотку. Фиговую. В прямом смысле этого слова. Которая просто до ужаса здесь... До ужаса. Да, отключена, между прочим. Просто вот исследовали, и из-за этого она типа показывается нам. Ну, что поделать. Можем, кстати, арту сюда запихнуть. Тем самым ширину фронта сделать 21. И получить дебаф в партии огромнейший. Зато получим противопехотную защиту. И немножко сбавим арги. Орги. Но, думаю, нам хватит, да? Пистеллерия, конечно, мало. Зато атака подрастет. Давай сохраним. 21. Вообще, в целом, 22 можем. А можем вот сюда даже арту запихнуть еще. Для красоты, знаешь ли. Мне тоже защиту будет резать. Это не так хорошо. Так. Еще раз можем взять чего-нибудь, да? Ну, здесь, естественно, легкая авиация. С другой стороны, да, да, легкую все-таки. Время следования авиации минусы. У нас войдет. Быстрее. Альянс Япония. Ну, понятно. Япония, Япония, Япония. Все только на Японии связано. Наша дивизия прямо не знаю, что-то из стороны в сторону прям щеголяет. Вы не можете встать и решить уже то, что вот вы вот так вот встали, и все. Больше двигаться не будет. Чего они из стороны в сторону бегают? Чего копошатся? А где он с артиллярией? Это, кстати, арта. Боже мой, где арта-то? Она выше должна быть. Да. Вот, минус 748. И по производству арты у нас сколько с вами стоит? Да, только линейкой чуть-чуть. 3, 20. Да должно хватить в целом. Кстати, автотранспорта очень много. Столько нам и не нужно, да? Это доставим так вот, линейку сюда. Думаю, 9 в день нам вполне себе хватит. Все. Прекрасно. Да, 3, 3, 3. Ну, в целом, почти везде нам удалось по 3 дивизии выставить. Того, конечно, не так много, как хотелось бы. В случае атаки будет мало, но еще подкрепим. Притом танковыми где-нибудь, войсками. И будет, по-моему, вполне себе идеально. То есть, оборону мы явно сдерживаем. Как у нас тут войска? Вот вы давайте подготавливайтесь. И вы давайте тоже подготавливайтесь. Так, дошифрование. На 40-й год исследовано. 41-й скоро. Ой, 41-й, между прочим. Надо бы уже готовиться к промышленности новой. А я сижу на месте и жду. Когда же все само случится. Главное, чтобы тут Китай или еще кто-то не вздумал у нас напасть. Греция просто под Италией, вы видите, ложится на раз-два. Но Греции некого защищать. Италия, конечно же, решила то, что... А, я сильнее всех. И решила напасть. Великая держава, как-никак. Все решает сама. В одиночку и без какой-либо вопросов. Будущая флота. План Z. Странно выполнять план Z на данный момент. Финляндия отвергает требования Советов. На данный момент мы, конечно, могли вписаться за финнов. Заранее чуть-чуть, да? Да, они, кстати, готовы в Валя наступить. Но единственная проблема в том, что мы к войне Советскому Союзу сейчас не готовы от слова совсем. Мы только недавно прогремели кучу войн, которых надо еще отстоять. Мы сейчас, конечно, можем тупо в оборону уйти, знаешь ли. И сидеть на месте, на пятой точке. И типа такие... Мы справимся, мы сильные, да? Но как-то не хочется, знаете. А пока я финны могу, кстати, отправить поддержку. Послать добровольцев. Сколько я могу? Девять. Максимум девять. Прекрасно. Ну-ка, танчики, улетайте-ка. Не, 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 погоди, это вот так вот. Манштейн. Тут тебе как бы цель послать добровольцев. Где там Манштейн? Добавить 25 угрозы. Как страшно. Знаешь, прям как страшно, когда тебе столько угрозы добавляет. Ты прям такой... Серьезно, да? Прям очень серьезно. На самом деле бояться нечего. Обороны у нас есть. Производство идет. Бронетранспорт. Все уже в достатке. Немножко, кстати, подкачать вот эти 107 дивизий. Чтобы они в будущей войне были прям, знаешь, готовыми лучше некуда. Эстония, кстати, до сих пор жива, здорова. Такая, знаешь, одиночество здесь сидит. Я как вижу... Ой, как совет это давит. Все-таки усиление сказывается. Афина даже, несмотря на свой бонус, не очень так хорошо держится. Это неприятно. Так, атлантических кораблей, либо кораблей рейдерских. Огневая мощь крупных кораблей. Нет, здесь крупные корабли броня. Прекрасно. На большие корабли бонусы. Так, здесь тип Принца Евгения. Те линейный крейсер. Сменится, сменится. О, кстати. Что-то в втором времени плаготов. Зачем нам это? По логике нам это даже и не пригодится. То есть, ну, если посудить. Так, один, 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 один. И ставим. Теперь мы на производство с вами тоже легкие крейсера. Третьего уровня. Только давайте их модернизируем немножко. В частности, на орудия, на двигатель. Ну, сколько опыта... Ой, как мало-то. Надежность мы уже не возьмем, да? Так, получу максимальную дальность. Уклонение, да? Если орудие я возьму, то надежность тоже подрастет. Уклонение, максимальная дальность, бронебойность, огневая мощь флота. Хорош. Я сохранил, сохранил. Легкий крейсер МА. Легкий крейсер МА. Их 4, да? Ой-ой-ой, подожди. Это не МА. Выставлю сейчас. МА и МА. Все. Здесь оставлю как есть. Чтобы не терять уже произведенные части, мы сделаем вот так вот. Наш флот, конечно же, постепенно растет. Но пока он не сказать, что грозный. Совсем не грозный. Вопрос, когда наши дивизии прибывают. О, добровольцы прибыли. Прекрасно. Ой, как он Ленинград уже освободил. Погнали, Манштейн. Погнали. Ну, а что это такое? Ну, что? Что ты думаешь тут, что-то сделать? Он же даже не пробивает мои дивизии. Прекрасно. Минус. Встречание короля-кароля. Так, Италия. Сотрудничество. Диодакты, морские доктрины. Прекрасно. Почему бы и нет? Так, теперь. Я здесь вижу, советы прям давят. Усиленно Италия с Грецией замирилась. Молодца. Опа-на. Стопай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Слишком скорость большая. Ты атаковать-то будешь? Я зачем-то включил и не отключаю. Да называется? Давай спасать. Давай спасать советов. От советов финнов, да, называется? Ну, уничтожай-то их. Чуть-чуть я тут... Те же проблемы это не составят. Просто коротко о том, как наши танки сейчас унижают врага. Враг отъезжает. Давай еще Ленинград сейчас заберем. Еще было бы красиво. По-моему, да. Все-таки отдал, да? Ну, ладно. 57 дивизий советов. Нифига себе. А мы их так, знаешь, роняли-то неплохо. Реально, между прочим, неплохо. Ну, ладно. Финны отдали эту территорию. Давай, кстати... А уже валянцы не хотят. Нейтральные государства, к сожалению. Жалко, жалко, жалко. Ну, ничего, Финны, мы вам вернем потом. Ваши дивизии. Так уж и быть. Почему бы и нет? Рано или поздно они вам вернутся. Можете радоваться этому делу. Так, 6 танков на подготовку. Быстренько, быстренько, быстренько. Нам должны вернуть наши добровольцы в скором времени. Вот побыстрее бы я их отправил, конечно. Прибыли бы пораньше. И мы могли бы просто там разорвать. Но, вы видите, 9 танков просто рвало налево и направо. То есть... Нам сейчас побольше танков. И мы с вами сможем просто все, что угодно творить. Здесь 1600, видите, то есть не так и много. Но по 22 в день капается. Поэтому все нормально. Так. Ты сразу уходишь вот сюда. Вот. Вы восьмерка идете сюда. Так, у вас еще доподготавливать бы надо. Не до конца готово. Ромель, я думаю, потом зарешает все-таки. Половинка уже готова. Ну, давай дождемся всех уж. Чтоб все танковые были готовы прям по максимуму. Юнкерс. Прекрасно. Так понимаю, самолеты мы все исследовали, да. Сейчас как раз я переключу все истребители и все это добро. Чтобы не тратить время до этого, я специально все на сейчас оставил. 41-й год. К сожалению, мы только горнострелки можем улучшить. Тут маневренность, воздушные доктрины. Морская авиация и тактический бомбардировщик. Единственное, что тут стратегия. Перехватчики потом обнаружения плюсом. Единственное, что мне тут интересно, кажется, все остальное относительно и смысла нам особого не даст. Так. Вот, да, нет. Все прекрасно. Давай истребитель второго. Кстати, мы можем его улучшить. Вооружение подняться. Двигатель на двоечку, да. И надежность, естественно. Выровнять. Давайте-ка вооружение. Воздушная атака. Маневренность. Ну, двигатель, конечно же. Все, тем самым мы дебаф на надежность получим. Не очень хорошо. А двигатель надежность опять пострадает. Ну, ладно, давай ставим на 400. Так вот. И тем самым истребитель улучшенный. Истребитель улучшенный. Истребитель улучшенный. Так. Стоп. А теперь я красавец. Я взял вместо истребителя и штурмовики поставил. Прекрасно. Вот так вот все-таки. Давай модернизацию полнейшую делать. Все. Морской бомбер до сих пор производится в небольшом количестве. Ну, не пускай. Нашим же, как говорится, проще. Ну, немножко истребителей. Всего добра. Надо их, кстати, убрать бы нам с вами. Удерживать авиакрылья. Удерживать авиакрылья. И удерживать авиакрылья. Так. Все. А то они тут, как видите, немножко бессмысленные задачи выполняют. Которые я перед ними зачем-то поставил. Но сейчас делать уже им нечего. Так. Венский арбитрасс уж нет. Можно, кстати, национализацию этих территорий взять. Так. 107 подходит. 12 подходит. Десяточка подошла. И 14 тоже подошла. Все. Он прекрасно. Здесь у нас тоже танки. Легкие танки под маской средних. Почему бы и нет. Смотри, 24 танковых, я думаю... Подожди, а ты что тут затесался? Ну-ка, тренироваться. Зараза такая. Главное, не заметил ведь. Думал, все нормально. Так. У нас хватает снабжения? Хватает. Нам бы тогда и обучить побольше инфантрии. Давай сороковушку где-нибудь. Ой, что я жму-то? 41. Рекрутов не хватает. Прекрасно. Отличненько. Так. У нас уже ремонт во всю идет. Ух ты. У нас уже во всю идет ремонт, а я такой забил на это дело. Ну ладно. Давай застроимся тогда по максимуму. Всем, чем только можно. В частности, строительными фабриками. Пускай у нас не военные, а так строительные идут. Ну давай. Больше, больше строительных фабрик. Такого вот, конечно, прибрежные лучше не брать. Но, что поделать. Что есть, то есть. Все. Потом уже ближе к войне с, как раз таки, советами. Я думаю, можно начать застройку и других территорий. В частности, застройку с Италии. Граничных территорий. Чтобы было все лучше. Так. Броня, бронебойник с кораблей. План Z. Ух ты. Хороший бонус, между прочим. Так. Так, здесь мы берем с вами на авиацию, бы что-нибудь взять. Перехватчики. Атака, защита, маневренность. Штурмовиков мы взять не можем. Здесь, получается, превосход в воздухе плюс 10. Хорошо. Берем. Как отказываться от такого смысла? 41 дивизия скоро подлетит. И готовы к развертыванию части. Не можем пригласить Японию. Японию, конечно же, не хочу сюда приглашать. Все. Танковая дивизия. Вот. Норвик, да? Прекрасно. Тоже сейчас заменим. Я хочу применять, в частности, наверное, все-таки, вот где-нибудь здесь вот ударить. В территорию под Ригу. Отрезать вот этот вот корпус. Здесь тоже пробить быстро до порта. И здесь сделать первое окружение. То есть пополам примерно разделю. Здесь оставлю 8 танков. Остальные туда примерно пущу. Либо наоборот, все 24 сюда. Вот эти 12 новых. Я пущу как раз на заходу к порту. И сделаю здесь небольшое окружение. Тем самым, думаю, будет для нас самым хорошим. Бонусом. Быстрая такая вот захватик. Без особых проблем. Самое то. Так. А я как помню, у нас там авиация что-то была, да? Давай сразу же заменим. И сменится все. Не хочу париться с ним. Все. Прекрасно. Флот у нас растет. И он уже 79 кораблей. Как видите, легких крейсеров 32. Я один тяжелый. Все хорошо. Ну что, нам по времени пора заканчивать. Да. 30 минут. 31 почти. Подготавливаемся к войне. Скоро война с советами будет. Я уже к ней, можно сказать, готов. Тут достроить совсем чуть-чуть осталось. С того, что я хочу, чтобы инфраструктура здесь была получше. Чем самым снабжением, видите, прям подставляется идеальное. Чтобы в будущем наши захваты были, шли в хорошее, хорошее таком оснащение. 400 с лишним дивизий. В частности, 500, думаю, где-то есть. Поэтому будет интересно и весело, конечно же, биться. Но, думаю, мы с вами справимся. Но, ребята, все-таки не впервой. Как-нибудь да затащим. Вот здесь я подготавливаю 40 дивизий. И будем стоять в обороне. И окружение, ручное управление. И все это добро скоро нас ждет. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте поджать лайками, комментариями, советами. И всем до скорых встреч. Пока-пока.